В прошедший понедельник был еще один повод низко поклониться ветеранам и сказать им добрые слова. В стране отмечали День защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь. Здравствуйте, в студии Наталья Дюрть. Утром в парке Жилибера прошел митинг-реквием. От братской могилы были возложены венки. Гродницы свято чтят память погибших во время войны героев, о чем свидетельствует и количество собравшихся у памятника людей. Руководители города и области, представители трудовых коллективов, учебных заведений, силовых структур, кадеты и пенсионеры пришли сюда, чтобы выразить глубокую признательность, отдавшему свою жизнь за независимость своей родины солдатам. Затем мэр города Мячеслав Гой встретился с представителями героического поколения в Центре культуры и вручил медали к 70-летию Великой Победы. Сегодня в Гродно состоялся митинг-реквием, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь. Руководство города и области, военнослужащие, кадеты, ветераны, представители общественных организаций пришли в парк имени Жилибера и в торжественной обстановке возложили цветы и венки в братской могиле. Мы в этот праздник и поздравляем не только действующих сегодня, кто служит Отечеству, но и тех, кто отслужил, ветеранов в первую очередь. Мы проводим сейчас кампанию по вручению памятных юбилейных наград по случаю 70-летия освобождения, которое мы будем праздновать в мае месяце. У нас таких ветеранов более 1300 человек. На Гроднищине продолжается вручение юбилейных медалей 70 лет победы ветеранам войны и узникам концлагерей. В Центре культуры сегодня звучали песни военных лет, вспоминали подвиги тех, кто не жалел ни сил, ни самой жизни в смертельной битве с врагом. Военный комиссар города Гродно и Гроднинского района полковник Павел Нестерович в торжественной обстановке вручил юбилейные медали 20 ветеранам. Со словами благодарности за великий подарок, мир и независимость нашей страны, поколению победителей обратился председатель Гроднинского горосполкома Мячеслав Гой. В первую очередь я хочу поблагодарить именно ветерану Великой Отечественной войны за ту работу, которую они делают, которую продолжают делать, которую будут делать, за ту жизненную позицию. Благодаря им сегодня наша страна – суверенное государство. Благодаря нашему президенту сегодня мы получили независимость. Независимость действительно в широком понимании этого слова. Зинаида Судакова – участница обороны Москвы, боев за освобождение Смоленска, Гомеля, Бобруйска, Минска и Гродно. Юбилейную медаль ей вручили одной из первых. Зинаиде Тимофеевне почти 90. Но и сегодня она целеустремленная, полна жизнелюбия и энтузиазма. Мы держимся и стараемся держаться. Почему? Потому что у нас уже закалка такая. Мы привыкли к такому. Ведь мне в этом году 90 лет. И я держусь. И у меня очень большая семья. И я всех стараюсь обогреть. С Днем Защитников Отечества ветеранов поздравил и председатель Гродненского городского совета депутатов Анатолий Никитин. После торжественной части всех ждал праздничный фуршет и, конечно, традиционные фронтовые 100 граммов. Алла Внучко, Сергей Печерица. Новости Гродно+. Всего лишь два месяца отделяет нас от главного события года – 70-летие Великой Победы. Этот праздник войдет в каждый белорусский дом. Потому что трудно в нашей стране найти семью, которую не затронули бы отголоски тех страшных событий. Поэтому и провести его мы должны достойно. Таков лейтмотив заседаний организационных комитетов по подготовке к юбилею, которые состоялись в облсполкоме и в Гродненском горосполкоме. «70 лет победы советского народа в Великой Отечественной войне – праздник государственный, очень важный, и провести его мы должны достойно». Такими словами начал заседание оргкомитета губернатор области Владимир Кравцов. На повестке дня находились вопросы по подготовке и проведению торжества. Пока есть время, руководству области необходимо все уточнить, грамотно скоординировать действия всех структур, четко распределить обязанности между организациями, чтобы священную дату отпраздновать действительно достойно. В центре внимания органов власти – ветераны. Им оказывается всяческая поддержка – моральная, физическая, психологическая, финансовая. На Гродненщине осталось 1313 участников войны. «Основная задача, которая стоит не только перед военными комиссариатами Гродненской области, но и остальными структурами, это дойти до каждого ветерана, вручить ему юбилейную медаль, уточнить условия проживания, условия бытовые, может быть, какая-то помощь нужна, и решить эти вопросы. И самое главное, что это не только в преддверии этого праздника замечательного, но это и работа, которая стоит перед нашим поколением на протяжении всей жизни ветеранов». Основная проблема в подготовке к празднованию 70-летия Победы – благоустройство и содержание мест захоронений. Часть бетонных памятников, установленных в 60-е годы, практически рассыпаются. Состоянию мемориальных мест и памятных знаков, связанных с историей Великой Отечественной войны, в ближайшие месяцы будет уделено особое внимание. «Одним из таких значимых моментов – это реконструкция ургана, славы нашей в городе Гродно, где уже с сентябра месяца прошлого года начаты восстановительные ремонтные работы. Весь объем работ будет выполнен порядка 8 миллиардов рублей. Значит, половину суммы на это мы имеем. Я думаю, что за счет субботника и других мероприятий мы дополнительную сумму соберем». Все работы по реконструкции мемориального комплекса «Курган славы» необходимо закончить к концу весны. Массовые праздники в Гродно, посвященные Дню Победы, пройдут повсеместно, но центром торжества планируют сделать именно «Курган славы». Алла Мнучко, Анатолий Бояринцев, Новости, Гродно+. Реконструкция событий Великой Отечественной войны, проведение субботника память и ряд других мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы, обсудили в Гродненском горысполкоме. Сейчас в городе проживает 510 ветеранов Великой Отечественной. Из них более 300 человек одинокие. Поэтому очень важно окружить их заботой и вниманием, считают городские власти. Необходимое социальное и медицинское обслуживание получают все нуждающиеся на бесплатной основе. За январь-февраль шести ветеранам Великой Отечественной войны и средств городского бюджета оказана материальная помощь на сумму 20 миллионов 700 тысяч рублей. Это ремонт жилья и замена сантехнического оборудования. Выполнена просьба, поступившая в ДВГС Лебедевой. Во время ее посещения представителем облсполкового Кравцова Владима Васильевна по замене входной двери. Многое предпринимается для вовлечения ветеранов в общественную жизнь города. С начала года уже проведено 10 мероприятий разного характера. Ведется активная работа по увековечиванию. За счет средств местного бюджета произведен ремонт 32 воинских захоронений на сумму более 3 миллиардов рублей. Идет обширная реконструкция Кургана Славы. Но несмотря на то, что охвачены почти все сферы и многое реализуется, всегда находится место для предложений. Поэтому просьба спланировать именно плакаты. Улица Победы есть улица Победы. Там надо несколько плакатов. Плакаты должны быть въезда в наш город и со стороны Минска, за границей. Чтобы только въезжают в город, а уже один-два плаката – Победа, Победа. Мы празднуем Победу. Еще одним из предложений Анатолия Никитина стало проведение в апреле «Субботника память» на воинских захоронениях. Все для того, чтобы ко Дню Победы все было приведено в порядок. А 9 мая планируется проведение ежегодного парада техники, реконструкция боя военных лет, открытие Кургана Славы и насыщенная культурная программа. Наталья Иванченко, Сергей Печерица. Новости Гродно+. В подготовке к празднованию 70-летия Великой Победы было в большей степени посвящено и заседанию Комиссии парламентского собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Союза Беларуси и России, которое прошло в Гродно. Депутаты, представители Министерства обороны и внутренних дел обеих стран наметили совместное мероприятие в честь праздника, обсудили актуальные вопросы дальнейшего сотрудничества. С большим интересом участники заседания ознакомились с работой пограничных пунктов пропуска, в частности, побывали на КПП Привалки. Обновленный пункт пропуска Привалка – показательный пример обеспечения безопасности нашей страны. Сегодня объект посетили представители комиссии парламентского собрания Союзного государства, которые приехали в Гродно еще вчера. Международный пункт пропуска на границе с Литвой открыт в сентябре прошлого года и соответствует всем современным требованиям. Сейчас он приобрел для международных перевозчиков транзитную привлекательность, ведь пересечение границы там заметно ускорилось. Пункт пропуска увеличил пропускную способность в три раза. То есть здесь мы сегодня можем пропускать в сутки 400 грузовых автомобилей, 570 легковых и 300 автобусов. Если по зеленому, то паспортный контроль 3-4 минуты и прохождение через пункт пропуска. Если же есть необходимое декларировать товары, в зависимости от тех товаров, сколько везется и так далее, ну это заполнение декларации, это занимает немного больше времени. Тщательный контроль на привалке начинается уже от шлагбаума. Здесь эффективно работает система зеленых и красных коридоров, а проверяют транспорт на наличие наркотиков кинологи с таможенными собаками. Особенно впечатлил парламентариев инспекционно-смотровой комплекс, который был построен за средства бюджета. Здесь, как говорится, тайное становится явным. Для нахождения тайников проводят сканирование подозрительных автомобилей. В сутки проверяют сканом от 40 до 84 машин. Благодаря этому только за последние две недели было выявлено 17 нарушителей. Действительно нужное дело и достаточно такое эффективное, которое позволяет предотвратить ввоз и вывоз, не санкционированные так, скажем, товаров. Ну и для меня тоже, кстати, было новостью, что достаточно много желающих, я что-то думал, когда единицы контрабандистов, кажется, достаточно много людей, желающих на этом заработать. Ну, благодаря вот такому оборудованию, я так думаю, что достаточно большое количество пресекается. Граница Евросоюза с Белоруссией – важнейший рубеж, где должна быть обеспечена максимальная безопасность. В связи с российским продовольственным эмбарго на наших границах усиленно контролирует ввоз товаров, которые транзитом идут в соседнюю страну. Мы отслеживаем, отслеживаем все транспортные средства, которые санкционными товарами. Я бы сказал, здесь вот на литовском направлении, в этом пункте пропуска, их меньше, их больше на польском направлении пункты пропуска, у нас брусги берестовица. Это овощи, фрукты, ну, тот перечень, который запрещен для ввоза в Российскую Федерацию. Да, есть и задержания, и возвраты. В этом направлении мы работаем активно. Я бы сказал, в последнее время практически мы не наблюдаем категории грузов этих товаров санкционных. В Беларуси действует программа по пограничной безопасности, финансируемая за счет союзного государства. Поэтому совершенствование государственной границы будет продолжаться. И это касается не только технического оснащения. Юлия Косила, Сергей Печерица, Новости Гродно+. В среду в Гродно состоялись переговоры руководителей нашего региона с представительной делегацией Республики Коми Российской Федерации. Разговор шел об активизации взаимного сотрудничества в самых различных сферах – промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и туризме. Было высказано обоюдное стремление вернуть утраченные в этом направлении позиции. Сегодня руководство Гродненской области встретилось с российской делегацией. Заместитель председателя правительства Республики Коми Эльман Худазаров приехал в Гродно с представителями торгово-промышленной палаты, бизнеса, туризма, здравоохранения, чтобы возобновить торгово-экономические отношения, которые существовали между Республикой Коми и нашей страной 7-8 лет назад. Республика Коми – инвестиционно привлекательная республика. В республике основной упор, конечно, на промышленное развитие. Но при этом перед нами стоят, как в общем-то, и перед всеми проблемы и развития туризма, проблемы культурного обмена, проблемы научного обмена. И вот, в общем-то, со всем этим мы приехали сюда поговорить. Как сообщил Эльман Худазаров, по официальным данным, экспорт товаров из Республики Коми в нашу страну в 2013 году составил порядка 24 миллионов долларов. Из Республики Беларусь экспортируется в шесть раз меньше. В 2008 году объем товарооборота между нашими странами был значительно выше. Делегация из Республики Коми намерена восстановить утраченные позиции. Так случилось, что мы с главой вашей республики пересекались в прошлом году в территории Гроднича и в Республике Беларусь. Мы побеседовали, познакомились, поняли, что есть много интересов. Сегодня товарооборот между Гродной и Республикой Коми неоправданно мал. Российская делегация ознакомилась с работой Гродненского областного клинического кардиологического центра, посетила санаторно-курортное учреждение. Чтобы выстроить обоюдно выгодные отношения и найти новые перспективные пути сотрудничества, через месяц руководство Гродненской области с ответным визитом посетит Республику Коми. Алла Нычко, Анатолий Бояринцев, Новости, Гродно+. Далее в нашей программе. Путь длиной в 75 лет. Одно из лучших высших учебных заведений страны торжественно отметило юбилей. Студенты показывают высокий класс. В войсковой части 55-22 прошла военная спортивная игра «Наука побеждать». Снова быт заедает. Только за два месяца в Ленинском районе на почве пьянства в семьях совершено три тяжких преступления. Бывшие зэки, сотни заключенных покинули места лишения свободы благодаря амнистии в честь 70-летия Великой Победы. На стройках по-прежнему без перемен. Очередной рейд выявил грубые нарушения правил безопасности труда. В семьях должен быть более строгий контроль за подростками. Областное родительское собрание обсудило проблемы подрастающего поколения. Безвозмездная помощь была и остается главной заповедью активистов общества Красного Креста. Одному из ведущих высших учебных заведений страны исполнилось 75 лет. За год до войны в Гродно решением Совета народных комиссаров был создан учительский институт, который начал подготовку педагогов преимущественно для начальных школ. В то нелегкое время становления советской власти в Западной Беларуси катастрофически не хватало учителей. Но все планы нарушило вероломное нападение фашистов. Лишь после освобождения Беларуси в 1944 году занятия в институте были продолжены. Сегодня Гродненский государственный университет имени Янки Купалы представляет собой настоящий образовательный центр, где не только готовят специалистов высокого уровня, но и добиваются весомых результатов в научной деятельности. Сегодня в честь 75-летия университета состоялось торжественное заседание Совета высшего учебного заведения. В нем приняли участие гости из Беларуси и зарубежья. Как было отмечено, в настоящее время вуз является одним из лучших в республике. Его выпускники – прекрасные специалисты, профессионалы своего дела, которые работают в различных отраслях народного хозяйства. Сегодня хотелось бы подчеркнуть, что и студенты, которые здесь, они не только занимаются учебным обучением, они активно участвуют сегодня в общественной жизни города и области и являются примером для всего нашего молодого поколения. За 75-летнюю историю Купаловский вуз заработал отличную репутацию не только в Беларуси. Как отметил министр образования нашей страны Михаил Журавков, университет знают во многих странах мира. Хорошие связи с приграничными странами, у него такое хорошее географическое положение. Но вместе с тем у него достаточное количество международных договоров и со странами, как говорят сейчас, дальнего зарубежья. Ну и система образования с надеждой смотрит, в том числе и на Гродненский университет, как вот такой центр развития регионального образования, региональной культуры, науки. Университет славится своими достижениями. Как признался в беседе с журналистами его ректор Андрей Король, главный секрет успехов – это непрерывный диалог со всеми субъектами, которые окружают вуз. Взаимодействие происходит как на региональном, так и республиканском уровнях. Что касается достижений, наверное, я бы отметил на протяжении последних лет, это, безусловно, выполнение одной из стратегических государственных задач – набора на бюджетные места. Мы успешно с этим заданием справляемся и уже в первом туре закрываем все, скажем так, наши вакансии. И качество абитуриентов, их портфолио, которое к нам поступает, свидетельствует в том, что университет пользуется все больше и большей популярностью у тех абитуриентов, которые даже приезжают к нам из других областей. Популярностью пользуется университет и у иностранных студентов. Появляются у нас уже наши первенцы – китайские студенты, не только на первой ступени, но и на второй ступени обучения, азербайджанские студенты. И, конечно же, мы ожидаем достаточно многого от расширения нашего сотрудничества с Индией. И здесь, можно сказать, что подтягиваются и другие, соответственно, процессы, подпроцессы университетской жизни. Это и научные стажировки, это и академические обменные процессы, это и высокотехнологичная наукоемкая продукция. В настоящее время Купаловский вуз насчитывает 16 факультетов и объединений. Открытое обучение по новым актуальным на рынке труда специальностям. Учреждение образования является членом ряда крупных международных организаций вузов. Это позволяет развивать научный и инновационный потенциал университета, а также способствует формированию его положительного имиджа. Кристина Гоголушка, Андрей Шмыгин, Сергей Печерица. Новости Гродно+. Наука побеждать была актуальной не только во времена Александра Суворова. Не менее востребована она и в наши дни. По крайней мере, именно название известной работы великого российского полководца стало целью военно-спортивной игры четырех гродинских вузов, которая прошла в войсковой части 55-22. Наука побеждать. Именно название этой книги великого русского полководца Александра Васильевича Суворова и дало название военно-спортивной игре, которая накануне прошла в нашем городе. В ней приняли участие пять команд из четырех высших учебных заведений областного центра и в восковой части 55-22. Идейным вдохновителем мероприятия, которое с каждым годом набирает популярность, выступает Гродненская городская организация Белорусского республиканского союза молодежи. Мы работаем со студенческой молодежью, с учащейся молодежью до призывного возраста. Им уже вот-вот скоро идти в армию и быть настоящими защитниками нашего Отечества. И, в общем-то, эта игра проводится в год очень важный для нашей страны, в год 70-летия победы. И в этом году мы совершенствовали нашу игру. Проведение военно-спортивной игры на базе войсковой части 55-22 позволило молодым людям непосредственно прикоснуться к армейской жизни. Мероприятие на базе нашей части уже стало традицией. Оно воспитывает и как и у наших военнослужащих, так и в той молодежи, которая к нам приходит соревноваться, те качества, которые нужны защитнику Отечества. Потому что это мероприятие проводится посвященное Дню защитника Отечества, наука побеждать. Ну и способствует, наверное, выработке тех волевых качеств, которые присущи каждому воину нашей Республики Беларусь. Участников ждала насыщенная программа. Начались испытания с конкурса «Визитка». В нем каждая из команд должна была представить себя в полной красе. Ну а самой зрелищной частью состязаний стала военизированная эстафета. Ребята на время соревновались в разборке сборе оружия, транспортировке раненого на носилках, стрельбе из пневматической винтовки, беге в противогазе. Активную помощь командам оказывали болельщики. По итогам напряженных соревнований на верхнюю ступень педестала почёта поднялись представители аграрного университета. Второе место у солдат срочной службы в войсковой части 55-22. А замкнули тройку лидеров студенты Купаловского вуза. Команды в торжественной обстановке были награждены кубками и майками от организаторов. Юлия Нестер, Андрей Шмангин, Сергей Печерица. Новости Гродно+. А этот конкурс собрал не только любителей гиревого спорта, но и их многочисленных поклонников, в том числе и представительниц прекрасного пола. Именно они наиболее рьяно поддерживали спортсменов, заставляя их бить свои же рекорды. Сегодня в нашем городе прошёл 10-й юбилейный турнир по гиревому спорту «Мистер Силач». Соревнования, главной целью которых является популяризация здорового образа жизни среди студенческой молодёжи, приурочены ко Дню Защитников Отечества и Вооружённых сил Республики Беларусь и 70-летию Великой Победы. В них приняли участие 40 самых сильных и мужественных представителей трёх высших учебных заведений областного центра. Юноши соперничали в рывке гири весом 24 или 32 килограмма. Среди которых есть и любители, и профессионалы. Есть ребята, которые выступают на международной арене, защищают Республику Беларусь за пределами на различных международных соревнованиях. Одним из опытных участников межвузовского турнира является четверокурсник Руслан Стефанович, который уже успел заявить о себе за пределами Беларуси. Я участвую в четвертых годах уже на соревнованиях этих, на 23 февраля. Участвовал ещё в Архангельске, стал чемпионом мира по гировому спорту. В режиме там 5 минут 122 раза делал. Эти соревнования для меня дают силу, бодрость. Мне-то нравится этим заниматься. По итогам соревнований первое место заняла команда Гродненского государственного аграрного университета. В личном зачёте лучший результат показал Кирилл Садюк из Купаловского вуза. Он 164 раза поднял 24-килограммовую гирю. Приятным подарком для спортсменов на 23 февраля стало и выступление зажигательного танцевального коллектива. Победители турнира награждены грамотами, памятными подарками и специальными призами областного комитета Белорусского республиканского союза молодёжи. Кристина Гоголушка, Андрей Шмыгин, Юрий Дубовик. Новости Гродный Плюс. Сотрудники милиции на этой неделе приступили к акции под коротким названием «Быт». Но за этим понятием, с криминологической точки зрения, кроются совсем немаленькие по своему резонансу события. Только за два месяца на территории Ленинского района областного центра зарегистрировано три тяжких преступления, совершённых на бытовой почве под воздействием спиртных напитков. За весь прошлый год их было зарегистрировано пять. Так что тревога сотрудников правоохранительных органов понятна. С помощью начатой акции планируется ещё раз посетить наиболее неблагополучные семьи. Сотрудники милиции Ленинского РОВД с 24 февраля будут проводить специальный комплекс мероприятий «Быт». Его цель – профилактика правонарушений, совершаемых в семьях в состоянии алкогольного опьянения. Только за январь-февраль на территории Ленинского района зарегистрировано три тяжких преступления в сфере семейно-бытовых отношений. За прошлый год их было пять. В основном люди, которые совершают данное преступление, в принципе, не хотят работать. Мы периодически им помогаем трудоустраиваться, злоупотребляя спиртные напитки. В основном происходит это в вечернее время. Поэтому стараемся посещать данные семьи и в ночное время, смотреть за их поведением. Одно из таких тяжких преступлений недавно случилось на улице Заславского. Супруг подверг избиению жену, ударил ее битой семь раз по голове и причинил тяжкие телесные повреждения. Такого человека, конечно, сразу закрывают изолятор временного содержания по подозрению в совершении тяжкого преступления. Скорее всего, он до суда будет закрыт. Ну, а потом уже суд определит ему меру наказания. По словам Дмитрия Козила, при необходимости членам семьи, в отношении которых совершаются противоправные действия, может предоставляться временное жилье. В частности, в нашем городе при Гродницкой епархии появилась кризисная комната. Если где-то тяжелая семья находится в тяжелом положении, то можно туда ее завести. Там некоторое время она может пожить. Там имеются все условия. И психолог будет работать с этими лицами. Поэтому то же самое мы людям разъясняем, что будет такая комната, и им все можно туда поехать и некоторое время пожить. В рамках специального комплекса мероприятий «Быт» сотрудники правоохранительных органов не ограничатся только работой с любителями горячительных напитков. Милиция уделит повышенное внимание и неблагополучным семьям, в которых воспитываются несовершеннолетние дети. Ирина Герасимович, Андрей Шмыгин, Сергей Печерица. Новости Гродно+. Как известно, по случаю приближающегося Великого праздника Победы в нашей стране была объявлена амнистия. И сотни бывших заключенных покинули места лишения свободы. Многие предрекали, что такое гуманное решение накалит криминогенную обстановку. Но, по крайней мере, пока ситуация свидетельствует, что подавляющее большинство бывших зэков мирно уживается с законом. Лежная большая часть из них предпочла взяться за старые. На коллегии областной прокуратуры приводились и другие интересные факты. Репортаж Вероники Цыганок. Государство в очередной раз продемонстрировало гуманизм. Согласно закону об амнистии в связи с 70-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, из мест лишения свободы вышли три сотни наших земляков, отбывших наказание за совершенное преступление. Прошло время. Как встретило их общество? Оказались ли рады дома? Всем ли нашлась работа? Эти вопросы рассмотрела коллегия прокуратуры Гродненской области. Прокурор области Виктор Морозов подчеркнул, что проведено анкетирование всех освобожденных. На местах при исполкомах созданы наблюдательные комиссии. Работают антикризисные комнаты. В Гродно – это дом ночного пребывания, где такому человеку помогут с документами, одеждой, общежитием. Рассмотрят вопросы трудоустройства и адаптации каждого. Но, как показала жизнь, проблемы все равно остаются. Прошло два месяца после того, как закончилось применение амнисии, посвященной 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Вы правильно отметили, что это акт гуманности. И последний раз, когда генеральный прокурор был с отчетом у президента нашей республики, был задан вопрос, а не создали ли проблемы эти амнисированные лица. Так вот, применительно к нашей области хочу сказать, что с закрытых учреждений в область пришло с мест лишения свободы 301 человек. На сегодняшний день только 20 из них совершили преступление. Только каждый четвертый из тех, которые претендовали на амнисию, получили ее. Только каждый четвертый. То есть, очень избирательно подходит законодатель и органы исполнения наказания. Тот, кто не возместил ущерб, тот, кто нарушает режим. В местах лишения свободы те на амнисию претендовать не могут. Государство дает шанс каждому оступившемуся, но искупившему свою вину перед обществом. И непонимание отдельных руководителей не может тормозить выполнение этой гуманной задачи. Коллегия прокуратуры жестко указала на все недостатки и проблемы, потребовала их устранения и неукоснительного следования букви закона. Вероника Цыганок, Александр Ласминский, Сергей Печерица, Новости Гродно+. Кстати, именно прокуратура уже неоднократно рассматривала вопросы соблюдения правил безопасности труда на различных предприятиях, в том числе и на строительных площадках. Как правило, это происходит после трагических случаев, повлекших смерть работника. Однако назрела, видимо, пора общими силами серьезно взяться за наведение порядка в производственных коллективах, где технике безопасности не уделяется внимания. Особенно это касается строек. Почти на каждой выявляется грубейшее нарушение установленных требований. В областном центре продолжает работу мобильная группа Гродненского горосполкома по соблюдению законодательства об охране труда и санитарно-бытовых условий. Еженедельно сотрудники контрольно-надзорных органов выезжают на различные стройки. Сегодня мобильная группа побывала на возведении предприятия по созданию компонентов для систем водоподготовки в районе улицы Держинского, а также на строительстве многоквартирного жилого дома на Тавлая и торгового центра по улице Пушкина. По результатам данного мониторинга руководителям предприятий выдаются рекомендации для устранения нарушений. Основная цель данной мобильной группы – это профилактика производственного травматизма на предприятиях города. К сожалению, наряду с положительными есть и отрицательные примеры соблюдения санитарно-бытовых условий на строящихся объектах. В последнее время особое внимание уделяется состоянию санитарно-бытовых помещений строителей. Наиболее часто выявляемое нарушение – это отсутствие мувальников, недовольтворительное содержание бытовых помещений, неукомплектованность нагревательными приборами. Руководителями строительных организаций ведется работа по устранению данных нарушений, но все-таки ситуация остается не на должном уровне и мероприятия будут проводиться в дальнейшем. Всего в 2014 году сотрудниками Грудненского зонального центра гигиены и эпидемиологии была обследована 81 строительная площадка. По итогам мониторинга привлечено к административной ответственности 89 виновных лиц. Далее Иванченко, Андрей Шмыгин, Анатолий Бояринцев. Новости Гродно+. Подросток уличен в хранении или употреблении наркотиков. Кто виноват? Так уж повелось, что школа обвиняет родителей, а те педагогов. Этот извечный спор, как правило, ни к чему хорошему не приводит. И все же именно в семье закладываются нравственные основы и прививаются понятия о чести и достоинстве, которые затем служат надежным ориентиром в жизни каждого человека. Поэтому, видимо, вполне резонно, что спрос за проступки детей в первую очередь должен предъявляться отцу и матери. Но и тут есть своя специфика. Что делать, когда ребенок воспитывается в неполной семье? Вопросов больше, чем ответов. Разобраться в них попытались на областном родительском собрании. Юлия Косила продолжит тему. Что делать, если ребенок стал зависим от интернета и не рассказывает, чем занимается в свободное время? О проблемах воспитания детей-подростков сегодня говорили на областном родительском собрании. Здесь присутствовали не только педагоги, но и представители правопорядка, медицины и других структур. Подростки всегда подвержены влиянию, и тут должны контролировать ситуацию именно родители. Однако портрет семей в Гродненской области далеко не радужный. 200 тысяч детей живут в неполных семьях, что негативно влияет на их формирование. Также многие запретные плоды стали сегодня намного доступнее. Получить любую информацию о запрещенных препаратах или экстремистских группировках подростки могут из всемирной паутины. Интернет тянет за собой распространение наркотиков, преступность. Вы посмотрите, что делается на сайтах различные общества самоубийц, наркоманов. А какая куча порнографии размещена на этих сайтах. И это все в противовес тому, доброму, светлому, тем усилиям, которые различные ведомства и службы нашей области несут для воспитания подрастающего поколения. Употребление наркотиков – одна из тех проблем, которые сегодня нисходят с уст. Если раньше говорили о злоупотреблении подростками пива, то сейчас на первое место вышли эксперименты молодежи с психотропными веществами. И хоть ситуация начала понемногу стабилизироваться, объяснить ребенку о вреде наркотиков должны не только учителя или правоохранители, но и сами родители. Употребление алкоголя подростками, учащейся молодежью, оно заметно уменьшается. Сейчас на первый план вышли эксперименты с так называемыми новыми пришедшими к нам наркотиками – спайсами. Правоохранительные органы, в принципе, ситуацию достаточно хорошо контролируют. Говорить о том, что есть какой-то вал отравлений или что поступало, мы об этом не можем говорить. За весь прошлый год у нас по всем стационарам Гродненской области чуть больше 20 человек проходили лечение в связи с тем, что у них было диагностировано отравление веществами, курительными смесями. Были затронуты и другие темы – профилактика ранней беременности, оказание помощи детям, пострадавшим от насилия, профессиональное самоопределение и другие. Областные родительские собрания всегда проходят эффективно. Многие предложения по решению проблем будут вскоре реализованы. Юлия Косила, Сергей Печерица, Новости Гродно+. Милосердие и сострадание. Вот главное, чем руководствуются в своей работе сотрудники областной организации Белорусского общества Красного Креста, которые во вторник подвели итоги 2014 года и наметили план на 2015. Позади немало добрых дел, спасенных жизней, а впереди новые задачи. И в первую очередь радует то, что в последние годы заметно возросло количество людей, готовых жертвовать своим личным временем ради оказания безвозмездной помощи тяжелобольным, детям-сиротам и неблагополучным семьям. Общество Красного Креста в Гродненской области насчитывает около 1500 волонтеров. И с каждым годом это движение растет. Обсудить итоги своей работы сегодня собрались члены областной организации. На заседании присутствовали представители исполнительной власти, учреждения здравоохранения и образования, что говорит о широкой поддержке гуманистической деятельности. За прошедший год в обществе Красного Креста многого достигли. Организация оказывала экстренную поддержку переселенцам из Украины. С успехом реализована и международная программа, состоящая из 25 интернациональных проектов. Впервые появились волонтерские группы работающих людей, которые находят время для помощи нуждающимся. Однако сегодня поддержка нужна и самим волонтерам. Волонтеров мы учим, волонтеров мы мотивируем не материально, а какими-то тренингами обучающими, какими-то небольшими мотивационными наборами, как-то майка, кепка, возможно, поездка в другой регион. И есть уже сейчас у нас волонтеры, которых мы имеем возможность страховать. Благодаря одной из телефонных операторов нашей страны мы в этом году будем выдавать симки волонтерам. План организации на этот год довольно обширен. Развивать волонтерское движение, продолжить мероприятие против насилия в семье, открыть обучающий центр по уходу на дому. Также в 2015 году решено организовать специальную премию, которая позволит повысить социальную ответственность в бизнесе. Многие организации, вступая в те или иные международные стандарты, получая, говорят, что они социально ответственны в бизнесе. Я подозреваю, что так и есть. Нам хотелось бы, чтобы вот эти организации были привлечены в Красный Крест. И нам кажется, что эта премия – одна вот такая ниточка, которая приведет за собой одних спонсоров, других, третьих. Но и важно, что эта премия будет учреждена не только для больших организаций, но и для маленьких, в частности, для индивидуальных предпринимателей. Благодаря работе общества Красного Креста, тысячи социально незащищенных людей получают необходимую помощь и не остаются наедине со своей бедой. Юлия Косила, Сергей Печерица, Новости Гродно+. Оглянитесь вокруг. Рядом наверняка есть люди, которым нужна ваша помощь. Окажите ее. Делая добро, вы получите не меньше удовольствия, чем тот, кому вы помогаете. Приятных выходных, удачи, здоровья и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова